всем привет друзья сегодня необычная тема сегодня мы поговорим как пройти собеседование я много провожу собеседование если честно и на самом деле повидал много интересных людей но в общем то где у меня сложились некоторые рекомендации и советы если вам интересно пожалуйста посмотрите дальше и дайте свой фидбэк так сказать мы посмотрим что можно придумать новое из этого и может быть дополним тему может быть и вообще свернем ее есть такое понятие уметь себя продать на самом деле на складывать из многих черт которые из человека из многих нюансов и факторов первое это все-таки резюме на основании этого вообще речь идет встречаться с вами или нет если в резюме указана фотография которая на самом деле ну оставлять желает лучшего например когда на фотографии вы в шляпе или с сигарой или с гитарой я видал босиком людей я видал пачку людей где мне приходилось спрашивать кто из них в общем я считаю что фотография в резюме должна соответствовать примерно по стилю фотографии на паспорте и поэтому вот некоторые просто люди отталкивают только тем что там фотография какая-нибудь ну я не знаю не соответствующая к этому моменту и в общем даже смотреть дальше в резюме не хочется когда вы говорите не спокойно или быстро и литературить я понимаю что собладать со собой очень трудно но все-таки нужно стараться чтобы речь была спокойная и уверенная в общем есть такая пословица что если вы говорите глупость то хотят и хотя бы говорите ее уверенно и спокойно чтобы люди думали что это ваша точка зрения когда вам задают вопросы суть собеседующего не засыпать вас и завалить и сказать что все задача собеседующего узнать ваши знания узнать что вы знаете и в общем-то не надо при этом впадать в панику если вы чего-то не знаете так и говорите честность превыше всего если вы будете врать она в ложь все равно всплывет поэтому лучше честно сказать я не знаю сократить время сэкономить ну в общем я просто много раз встречал когда человек говорит честно и в общем отношение к нему совсем другое есть такое понятие терминология так вот это терминология но все-таки имеет значение когда вы говорите правильно все термины это очень помогает пониманию когда вы говорите api вместо api потому что слово api не существует есть программный интерфейс приложения и сокращенно он звучит как pip либо интерфейс прикладного программирования как и pp но слово api не существует есть слово api поэтому очень важно говорить правильно особенно термины представьте себе картину человек работает в этой области очень долго говорит все время api и вся команда его говорит api и все люди которые в этой команде и все начальство и пиевду приходит человек который страивается на работу и который api очень интересная картинка это только начало потому что если вы вместо сервис горите сервайс или вместо это говорите а д д или вместо create говорите create ну в общем понимаете да то есть по мало того что вас не поймут дальше собственно говоря речь идет о как это сказать то чтобы не обидеть состоятельности да то есть уровне знания человека ну то есть в общем имейте ввиду что сейчас слава богу есть разные варианты узнать правильное произношение слов я настоятельно рекомендую произносить слова правильно потому что это очень сильно отталкивает если вы говорите ну например api еще маленький совет никогда не говорите плохо текущей команде но в которого сейчас работаете они про ту в которую пытаетесь устроиться и о начальниках и команде сослуживцах как это с коваркерах в общем не текущая не предыдущих плохо говорить нельзя это тоже на самом деле очень сильно отталкивает потому что вы же не будете всю жизнь работать в этой компании в которую пришли соответственно ждет та же роль все та же самое тех кто с вами будет работать или возможно будет работать то есть в общем это неправильно ну и обязательно в конце сессии вопросов есть какой-то обратный фидбэк от пользователя когда он собеседующего когда вы спрашивают какие вопросы вас интересуют спрашивайте не стесняйтесь во первых вот вопросы перечисленные мной на вскидку до какой стек технологии во первых и вам будет понятнее с чем придется иметь дело во вторых тот кто вас собеседовал поймет что вам интересно не что-то там просто прийти на работу а с чем работать если есть вопрос про инструменты то собеседующий поймет что вам есть важное какие подписки существуют какие инструменты как как это все обустроено в компании также следует задать вопрос про обучение нужно показать собеседующему что вы готовы учиться вебинары книги там курсы какие-то возможно платные спросите оплачивать ли компании или нет это много говорит о человеке говорит что человек готов учиться также имеет смысл спросить про конференции для тишников на самом деле чем много конференций в каждом городе всякие разные есть платные бесплатные если вы про них спросите собеседующий поймет что во всяком случае должен понять что вы готовы принимать другой опыт делиться своим опытом то есть это тоже немаловажный факт в общем наверное вот это пока все пожалуйста в комментариях отпишитесь что важно для вас возможно вы какие-то дадите советы тем кто будет смотреть это видео